Что будет, если людям раздавать деньги просто так? Экономисты, исследующие эту тему, говорят о необходимости платить достаточное для материального существования и достаточного участия в жизни общества или введении так называемого «базового дохода». Валерий Корозец, социолог из Словении, считает, что нужно выбрать сумму в промежутке между чертой бедности и 60% среднего заработка. Финансирование базового дохода потребует увеличения расходов государства и, следовательно, увеличения налогов. На противниках выплат больше беспокоит не столько финансовая составляющая, сколько то, что многие люди, получающие гарантированный доход, перестанут работать или, по крайней мере, станут еще менее мотивированно трудиться. Пока не ясно, как именно введение базового дохода повлияет на отношение людей к работе, хотя за последние 50 лет предпринималось несколько попыток изучить этот вопрос. В период с 1968 по 1980 годы в США провели 4 крупных эксперимента в соблюдении отрицательного подоходного налога, в ходе которых семьям несколько лет под тщательным наблюдением и контролем платили деньги. Ни для кого не стало сюрпризом, что люди стали работать меньше. Некоторые получатели выплат сократили количество рабочих часов, но ненамного, не более 5-7% среди глав семей и чуть более среди других работающих членов семей. Однако повального отказа от работы не произошло, а те из Госпутуева, кто сократил рабочие часы, использовали освободившееся время для других целей, в том числе для обучения. Сторонники реформы приводят результаты этих исследований в доказательство того, что базовый доход можно ввести без разрушительных последствий для экономики. Исследование, которое наиболее достоверно может описать, как действует универсальный базовый доход, было проведено в маленьком канадском городке. С 1974 по 1979 год правительство Канады совместно с администрацией провинции Монитобо разработало эксперимент по введению минимального дохода для семей всех жителей. В результате появилась программа Минкомы, которая гарантировала годовой доход каждой семье в Дофине городке с населением около 10 тысяч человек. Девелин Форгетт, экономист университета Монитобо, провела кропотливое исследование, результатом которого стал сенсационный доклад «Город, в котором не было бедности», опубликованный в 2011 году. Форгетт обнаружил, что члены семей, получавших базовый доход, реже попадали в больницу, участвовали в авариях или получали травмы. Количество психических заболеваний также резко сократилось. За годы проведения эксперимента выросло количество детей, закончивших школу. Девушки реже становились матерями до 25 лет и рожали меньшее количество детей. Большинство получателей выплат смогли выйти из черта бедности, установленной в Канаде. В то же время не наблюдалось отказа от работы людей, имеющих постоянное место работы. Деньги, полученные от государства, облегчили экономическое положение семей, позволяя им вкладывать деньги в свое здоровье и планировать на более долгий срок. Сейчас программа Минкома служит вдохновением для возврата к обсуждению введения базы водофора в Канаде. Власти страны всерьез обдумывают эту идею. Похожие эксперименты планируют в Финляндии, Нидерландах и Кремниевой долине. При создании видео мы ориентируемся на ваши отклики. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на Канаде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова